Отец Ваш известный, Господь и Бог, благодарим Тебя, что жизнь нашу провел до этого часа. Мы просим Твоего благословения на это благовестие, завтрашний и воскресный день. Все устрой по воле Твоей, Святой, вразуми и научи. Ибо без Тебя каждый человек есть ничто. Но только Ты знаешь, что ожидает, и с кем принадлежит встреча. Ты сердца людей приготовь уже в этой ночи, чтобы на готовой, доброй, взрыхленной почве упало семя Твое святое. И священника Олега этого сохрани и помилуй от нападок других. Уповай на милость, и даруй нам безопасность и полезность нашего труда. Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я сейчас немного уже сказал, когда вышли из крана. Мы знали о том, что вам уезжать в Романово неделю раньше. И всю неделю мои славы и двое были, молились и просили Господу. У меня какая-то тревога. Тревога и я уже умом своим дальше. Это может быть противодействие. Противодействие, во-первых, от других священников. Но тут они не должны вылезти где-то. Как будто на другого священника могут быть потом они. Но архиерея благословит. Могут быть люди какие-то такие. Может быть дороги. Зимняя дорога. Ехать три с половиной часа. Там как будто все уже будет сказано. Кому объявлено. Объявления будут, не будут. Я беру только с того момента, что вы уже в зале. Зал будто бы библиотека. А может будет и клуб называют. Дом культуры. Как вижу. Вы едете трое. Брат Игорь, Сергей. Ты тоже едешь? А вы войдете в машину-то? Вот. Значит, сестра Валентина и Нина. Тут еще беспокойство. Меня вызывает Андрей. Он в этом вопросе. Ну, просто, я уже знаю. Он внезапно скрывается. Нигде его нету. Ты сегодня еще раз перезвони. Но машина твоя, чтобы стояла, как говорится, на стреме. Он нет его и нету. Договорились. Он едет. Договорились. Все. Его нету, нету. И через месяц вдруг появляется. И отбой не дал. Мне не то, что это не подходит. Ну, просто вынужден. Вот это слово беспощадность тут обязательно сыграло. Я бы сразу его вычеркнул. Больше никогда он не был. У меня поездка на понедельник. Мы тогда выезжали в прошлом году. И он раз. Скинулся. Нигде нету. И звонки не отвечают. Длинные сигналы, но не отвечают. То есть он, ну, видно, высвечивается. Ну, я опять же все это... Как бы мое личное дело было. Значит, относительно машины. Сегодня хорошо узнаете. Где вы будете. Где вы будете собираться. А раз вы ночуете не в одном месте, тут тоже может быть препятствие. В таком случае заранее нужно собираться и ночевать в одном месте. Ну, это в городе вроде бы... Говорите об этом. Но именно здесь засыпляет дьявол. Мы уже ездили в Потеряевку. Собираться. Одного нету. Вышел не на ту остановку или еще что-то. Тут пурга не заметил. Ну, то есть... Только так, в одном месте ночевать. Ну, я не могу настаивать. Не будете же вы здесь ночевать-то. Но вы имейте в виду. На будущее, когда вам придется работать, летом ночевать в одном месте. Встали, сели, поехали, помолились и все. А тут все в разнобой идет. Вы сели. Едете дорогой. Запасное что-то возьмите. Трос обязательно. Какой он там у вас? Чтобы где-то вытаскивать. Застрянутся. Снег. Сибирь. Я тебе уже говорю, как шоферу. Чтобы рядом сидел человек и ты знаешь, у тебя тоже не было этой беспечности. Сегодня внимательно прослушал, как этот был Виктор Цой такой и как он погиб. Гнал на скорости 130 километров. В кибет заехал-выехал. Ну и через, буквально через несколько минут уже оказался в подстречной машине. Даже мотор в дребезге разлетелся. Но это любой может быть. Тут погиб мэр города, губернатор. Это тоже настораживает. Кто за рулем? Как это будет? Представьте себе, вот вы едете пятерых, пятерых потерять для нас. Это вообще. Надо заранее об этом молиться. Чтобы ангел добрый сопутствовал и сохранял. Вы приехали, вас встретили. Я думаю так, приехать пораньше и чтобы там на службу зайдете или как, и маленько перекусить. Потому что это затянется, неизвестно куда. А дальше уже там распределяться. Теперь где это будет? Молитва должна быть направленная. Вы мне обязательно скиньте информацию, как вас встретили, как там дело пойдет. Ты в стороне, можешь даже отдалиться, маленько и позвонить. Мало ли что там как будет. И вот теперь священник предоставляет слово. Вот это самое главное. О чем говорить? Выступление, кто будет говорить, Игорь? Больше никто. Если потребуется сказать женщине, разрешается в этом месте сказать. Ну, заинтересуется немного. Не больше десяти минут. Вот сейчас и подумай, как в это вложиться. В первую очередь вы едете засвидетельствовать о Христе, о Его любви. Это все нужно сказать. В руках Большую Библию и показать Ветхий Новый Завет. Показать, сколько книг 50 и 27 и православные. И мы все берем отсюда. Это ответ Божий. Всегда подчеркивайте. Это Святая Библия. Слово Библия без предсказки, приставки Святая не произносите нигде. Сто раз говорите, сто раз говорите Святая Библия. Почему? В немецком-английском языке на корочке написано Галлигенбюльт. Она так и называется, а то у нас просто Библия. Везде написано Святая Библия и Святая Библия на всех языках. На корочке. Они привыкли, а у нас как-то надо приучать к этому. Но уже сказали кратко. Главное, цель спасти нашу душу. Скажите о страхе Божьем. И никуда в сторону не отходить. Никакие мелочи, подробности, рассказы. Не даже у нас даже именоваться нигде. Но и потом сказать о том, что сегодня время такое, свободное. Можно ходить в храме. Мы православные, поэтому мы направляем в храм. Ближайший нет, значит обратиться за помощью к вашему благочинному, к архиерею, если это в другой деревне будет. А если в этой, то это уже и говорить не надо. И далее начать им говорить, что чего не хватает. Авторитет Библии. Нравится кому, не нравится, здесь уже мы никому не уступаем. Авторитет Библии. Установить авторитет Библии, Слово Божие, Духа Святого. Сразу же начинайте говорить о рождении свыше. Два вопроса. О рождении свыше, о водительстве Духом Святым. Вот эти два вопроса. Ну может быть даже 13 минут ты будешь говорить. Но уже дальше не заходить. Дальше дело покажет. Какие-то будут вопросы, чтобы люди могли высказаться. И опять поворачивай, все поворачивай к Библии, ко Христу. В любом ответе никуда не отходи. Никуда. Вот мы приезжаем в городе, где библиотека, заходим. Ну вот и видели, где ездили мы. Ты сам видел-то. Мы должны себя представить, кто обязательно скажите, кто вы, откуда. Коротко. На это требуется не больше полторы минуты. Ну а дальше уже придется сказать даже о патриархе. И хотя бы несколько слов, что патриарх Кирилл сейчас говорит об этом, чтобы вся страна была охвачена благовестием. Потому что проповедует не православное. Никого гнать не надо. У вас тут приходят, скажите, там какие есть. Хорошие возьмите, посчитайте. Не знаете, отнесите их к батюшке, чтобы он проинструктировал и сказал. Я как-то приехал. И где были мы? Ну в Алтайском крае еще. А тут ездили какие-то, говорят, они такие-то баптисты. Ну и давали литературу. А священник узнал, он вместе с представителем совета и сказали, все собрать, причащать не буду. Мы собрали, и он сжег. Сжег. А одна бабушка сидит, а я не отдала. Я говорю, ну-ка привези. Видимо, она боялась, что я отниму ее. Я посмотрел прекрасный материал. Совет церкви и вангельских христиан-баптистов отделенная. Такой материал о покаянии. Хороший, хороший. Прямо вдохновенный от Духа Святого. Сожгли. Что ж вы сделали? О, бабки-то в заходы сках. Ну еще бабоньки. Ну нельзя же так быть такими темными-то. Батюшка, может, не разобрался. Ну как не разобраться? Я бы разобрался, ты мне дала буклетики разные. И долго ли я? Ну не больше я там три минуты разобрался. А батюшка-то у вас в деревне, он мог разобраться. Это не годится. Ну настолько хорошо написано. Поэтому вы той стороной не касайтесь, а скажите только, что умом не надо куда-то склоняться. Это не знаете. Ну, ой, священник. Принесите, покажите. Ну с условием, чтобы он вам ее вернул. Не сжечь ничего. Скажи, батюшка, чтобы посмотрели, и мне обратно ее вернули. Я уж сама буду решать. Считать и считать. Вы мне скажите ваше мнение. Вот так делать. А нет, значит, не давайте. Дайте наши координаты. Если у них кто-то есть здесь, им дать наше занятие вот здесь, в этом месте. Дайте адрес. Наши телефоны. Если кто-то из них есть, вот где занятия. Или свои, которые там где-то были. Но лучше, конечно, здесь. Вот. То есть застолбить. Кто-то бывает здесь или приезжает. Можно ли где-то увидеть? Можно. Они могут приехать ни один, ни два. Мы приехали 5-й, а вы можете приехать 10-й. И вот в воскресный день побудете на богослужение. И тут у нас идут занятия. И вот тут мы с ними уже. Ну, желательно те люди, которые готовы быть благовестниками. Может быть, даже в дальнейшем какой-то миссионер появится. Поддерживать надо связь. Могут выходить через интернет. Но лучше это личное общение. Вот это первое, маленькое. Никакие подробности. Ничего нигде не затрагивайте. Даже библейские сюжеты. Коротко и ясно. Если непонятно, тогда можем маленько раскрыть. Понял? Теперь я даю фотоаппарат. Я удивляюсь, что ни у кого нет фотоаппарата, а у меня есть. Видит, тоже купил. Подарил Володе. Вот это фотоаппарат. Вот это новые батарейки. Новые стоят здесь. Ну, тогда вытащить отдельно. Эти в сайте. А теперь сегодня зарядил только. Кто возьмет? Я еще тебе веду. Ему не дай. Это будет. На морозе, чтобы она нигде не была. На груди держать. Я его... Снимать. Ну, ты сам знаешь как. Вот. Обязательно, чтобы было поднято. Иначе она все сливается. Хороший свет, нехороший... Ну, вспышку сделать. Ну, а здесь что? Вот, конечно, эту снять надо. Она легко снимается. Дальше только выдвигается эта. Вот она. Нажал ее. Вот она. Она поплыла сразу. Игнатий Иванович, а ему уже Сергей еще видеосъемку вести. Ну, а кроме видеосъемки, то он еще может что-то. Да тут бы он видеосъемкой бы справился. Я не знаю, почему Владимира, нашего брата, не дали нам в поездку. Он лучший съемщик все-таки. Ну, раз уж такое дело, то... А вы не снимали? Никогда. Я не умею этого делать. Нет, тоже нет. Потому что здесь снимать тоже надо. Занятия, общие занятия. Это вот ему-то легче снять, чем... Да он тоже снимет нормально. Ну, на 10. А что, на 10? Он уже снимал до этого материала. В электричке не слышно, потому что стук. А на вокзале кто сынал? Вот так вот беседовали. Вот я вот так сидел. Он через вот так вот сидел. Вот так вот снимал. И не слышно. И я громко говорю. Это вообще. Кино ли было, он снимается, отрезается. Ну, сидели вот люди, кто... Вот эти бабушки-то сто процентов они... Я с ними беседовал. И еще вот тут люди все тоже оглядывались. Вы еще понимаете, что я снимал скрытые камеры, можно сказать. Там запрещено... Там вообще запрещено съемки, да. Там запрещено... Там же мы в конце снимали... Там вообще ничего бы не было, понимаете. Если бы я вот так бы ходил, бы вот так бы... В конце, когда снимали, там же остановились, сказали. Убери камеру. Убери камеру, а что у меня тут? Все наши рейки. Ну, мы как бы еще ва-банк не шли до конца, но можем тоже проверить. Мы уже проверяли в курсе. Поэтому хотелось хоть что-нибудь. Ва-банк это значит встать во всеуслышание... Одно только, издалека не снимать. Вот Сергей издалека, он все запортил. Да, издалека, сильно далеко. Это мы не подумали просто. Три метра уже много. Метра два не больше снимать. Нет, ближе, надо, чтобы слышно было. Ну, это что, вот так вот прям по человеку получается. Метод. Почему вот, на метр. Ничего нигде не переводить, ничего нигде не... Вот она сама работает. Отлично работает. Я одну батарею, видимо, не так поставил, я выбрал. Заложить туда. Ну, что ты... Вы оттуда поедете, оттуда поедете. А, так у нас Андрей же есть. Андрей может снять, наверное. Ну, у него там фотоаппарат есть. Фотоаппарат? Андрей, да, скорее всего, он пользуется фотоаппаратом. Возьми этот. Берите. Я возьму. Ну, а вот, где-то берем. Так, слушай, вот это я теперь уже не уверен в них. Ну, Вадим, на 5, если еще. Потому что я вставил, который сегодня зарядил. Эти заряжены у меня уже не деньгже назад. Не могли они сами дулокнуть. Потому что я одну не так поставил. А, Раиса Николаевна здесь осталась, да? А оттуда сразу сюда заедет. Она у нас же Василия. Ага, ну, хорошо. Отлично. Надеюсь, чтобы все время был в тепле. Аппаратура в тепле. Ты им приготовил этот аппарат-то? Да, сейчас принесу. Так, братья, все не предусмотришь. Выезжать. Вот давайте решим. Вы два слова только помните. Христос и Библия. Людей познакомить надо с этим. Скажите о суде Божьем. Обязательно о суде Божьем, о страхе Божьем. Избавиться от чего-то, от грехов, это ничего не дает. Не избавишься без Христа. Даже ты будешь не пить, не курить. Это не меняет положение-то. Ты умрешь, и на суд Божий, как сегодня считали проповедь Златоуста, а Господь будет судить по слову своему. Со всей строгостью. И там никаких защитников никого не будет. А то начинает, у меня дед был старостой в церкви. Да. Это ничего не дает. Ну, а когда уже закончится все, вы тогда берите где с сестрами, с женщинами. Всем дайте визитки, чтобы она могла дать. Визиток побольше наберите. Побольше. Лишнее-то не давать по две, только по одной. Вот. Какое село? Если в Романово, у них там в библиотеке наши книги. Ссылайтесь на районы. Во всех районных библиотеках Алтайского края наши книги. Романово. Тем более сейчас уже ответило Министерство культуры Московской области. Книги там перепроверены. Даже вопрос. Романово это по Павловскому тракту. А? По Павловскому тракту, конечно. Это от мамонтого 30 километров. Это за потерять тут удачи. Да, до вас мы последнюю забираем. Ну, сказали, что мы поедем в деревню от Романово 30 километров еще ехать надо. С батюшкой обязательно переговорите. Будто бы сегодня сказали. Звонил один человек и что-то там он совершенно к этому делу как бы не имел отношения. Один человек, Костя Дмуха, этот один человек. Ну, вот я не слышал самый. Откуда его звонок поступил? Что это такое? Он позвонил батюшке и попросил у батюшки разрешения поговорить со священником. Батюшка дал ему телефон, его позвонил. Я говорю, а как ты туда попал-то? Я вообще понять не могу. Костя. Ну, я так, мы так решили, что вот ты самый активный, наверное, ты поедешь. Я говорю, ну, спасти Христос тебя. Может, он хотел ехать? Или что? Я не понял, как он вышел. Ну, какая-то у него это, что-то. Что у него именно? С чем он был движен? Ну, мы так поняли, что раз он теперь, как бы, в семинарии, то, как бы, он ближе стал уже делу благовестия. Ему как-то надо там тоже себя показать. Не знаю, я тебе спросить батюшку, скажи, время едем мы, ладно ли это будет, во сколько? Кто, Костя? Да уже... С запасом имейте время, сейчас полтора. Никак меньше нельзя. Ну, там дальше... Вы видите, переду аудиторию. Там же три места за этим. Начинаешь говорить, посмотрите как. Который снимает, потом ты рядом подходи, прям рядом, слова, чтобы ясно было слышно. Вот нет этого микрофончика, как у людей делают. Да, да, да. Вот он поговорил немного, так по времени смотри, ему покажи. Три минуты осталось две пальцами. Все, закончилось. И дальше вопросы. Дальше вопросы. Тут пропа и большую на том месте не будешь говорить. И я, когда по радио говорил, через стекло мне показывают, а с пяти минут три, четыре, там, две минуты. И все, я входил всегда минута в минуту, секунда в секунду. Просился. Все, не надо не переписывать никак. И дальше какие у людей будут вопросы. Что батюшка скажет? Может быть, заранее с батюшкой поговорить, что... Ну, вот это, в первую очередь, поговорить с батюшкой вначале. Я вот так сразу решил. Ясно, он выйдет, скажет, представит. Во-первых, надо благословиться у него, у отца. Ну, это да, я помню. И потом уже спросите... Это как приедем. А, не, не, не на сцене. Зачем? Как приедем, благословимся. Приедем, благословимся. А там дальше-то уже какие? Я про это и не говорю. Ну, то и что. Благословиться для нас это... Не на проповедь же благословляться. Нет, на проповедь не надо уже. Все. Мы приехали, благословились, один раз больше не подходите. Все, да, надо. И уезжая, он может на дорогу благословить. Не суетесь зря. Мы не отрицаем благословение, но на проповедь благословения не надо никогда просить. Бог благословляет, и на этом все. Проповедь им не подвластна. Благословите нас на этот труд, мы пошли, и все. Это и дорога, и все. А на проповедь никогда не надо просить благословения. Потому что мы благословленные у Бога. И, батюшка, мы поехали, благословляй нас. Мы просим, благословляй. То есть это не тот момент, я поехал на огород, как картошку. Здесь Бог сказал, он благословил, и после этого мне не надо ничего. Бог благословил всех. От малого до великого. Идите. А он, а я не благословляю. Ты ему сунулся. У тебя должно быть два варианта. То ли благословить, то ли нет. И тут такой тормоз может быть. Он кол в землю, как на нартах едут, там колом тормозят. Я беспокоюсь не зря. Потому что много неизвестных, на которые ответить нельзя. Вы просто усилите молитвы сами. Дорога не пустословит. Никаких смехов нет. Полное серьезное отношение. У нас на Благовестие даже Серафима Савелина ездила. 87 лет. И она говорит, едут дорогу, что-то смеются. Она приехала, мне такой выговор дала. Я сижу. Кто там ехал-то? Да ничего тут не было. Мы немножко. Этого немножко не надо было. У нас дорога длинная. Если у вас сборник песнопения баптистских, пойте песни. Мы когда ездили в Лужкову. Не забыть сборник сейчас. А мы там, можно там будет? Конечно, нужно. У вас есть? Изберите только песни, которые очень известные. Не такие. Берете и подпевать не может. Которые вначале мы здесь разучили. Самое-самое. Дайте мне Библию или что-то вот такое. Гори огонь. Вот это очень хорошее. Любовь Христа. Баптистские это сборник духовных песен. И сразу их к этому примечаете. Три хватит. Видите, два раза съездил там, который батюшка воевал против нас. А теперь он сам, батюшка, приезжай, говорит, пить из гитары. И все уже сидят, поют. Потом видна из Божьего. Это духовная у них песня. Это темная гора. От Духа Святого. Я вообще не знаю. У меня сегодня один звонит, говорит, у меня вопрос по Псалтире. 50-й. Псалон-то другой. Считает совершенно, таких слов там нет даже. А он, оказывается, там церковно-славянский, русифицированный. Я говорю, читай по-русски. Он по-русски стал читать, говорю, еще толковать по-русски. Все, даже толковать не надо, все понятно. А по-славянски там так это развернуто, и не поймешь, кто на ком стоит. Никогда не соглашай. Я говорю, книгу-то поставь на полку. Да вот у нас по-славянски. Разговор идет по-славянски. Мы не разговариваем. Только синодальный перевод. Никакие другие переводы не допускайте даже там, где вы есть. Просто войну объявите. Синодальный перевод, который благословен. Четыре духовные академии. Синод издавал. Патриархи все наши издают. За рубежом. Баптисты и католики. Все только синодальные. А эти там Тихоновский институт. Аверинцев Сергея там обаловались этим. Касьянов перевод. Никакое. Ознакомиться могу, но на людях. И где-то у нас глухонемых-то сделали по-новому переводу. Я запретил. Игорь убрал. И новое все переделали. Вот что я вам хотел сказать. Я с вами. Вы это помните. Если бывает сложность какая-то, сразу позвоните. Ситуация бывает такая. Я в этом не вижу. Откуда? Там батюшка. Времена такие легкие сегодня, свободные. Но мало ли что. Поэтому мне сразу звони. Заряди, чтобы ты это давнула. И придется вам потратиться на минутку. Я бы хотела, чтобы мы сейчас решили все же вопрос, как нам выехать отсюда. Вот выехать, сразу обсудите, где кого брать. Потому что, как сказал Игорь, ты в 7 часов, это поздно. Я из опыта говорю, что это поздно. В 7 часов из города мы должны выехать. Это поздно. Холодно, выйдет. Машина задержалась. Она наоборот не стоит. Она уже готова. Я сколько езжу. Много. Мне приходилось очень много ездить. Я совсем не ездила. И знаю, что в 6 часов это самое... Вы не представляете, что такое 4 часа езды. С 7 до 11. Мы приедем в 10. В начале 11. Мы приедем уже с Божьей помощью. И мы попадаем из-за всего, Игорь. А тут мы... Нина, если в 7 города... Мы в городе должны пораньше. Насколько пораньше в городе? Вот мы должны. Вот где-то вы выйдете, уже где-то без 27 будете выходить. Или даже половине... Знаешь, и Дельвейс, парк Сережа. Вас забираем где-то без 15 забираем. 7 получается. В парке Дельвейс. И выезжаем где-то в начале... На Юрину. В конце 7 часа, минут 5, без 10, без 5, мы уже на Павловском трассе, на Павловской трассе, за городом. Все. И поехали. У нас целых 4 часа. Это времени... На руку тянешь, это спроси ее. Если можно, я хочу обосновать то время, которое я предлагаю. Почему я предлагаю в 6 часов? Это не потому еще, что мой опыт подсказывает, что в 6 часов мы должны вырваться уже из города. Как вырваться, когда никого не будет? Все пусто! Игорь, ну дай сказать. Никого нету, может быть. Пустота полная, никого нету. Что вы придумываете-то прям? Наворачиваете, наворачиваете. Это именно надо настаивать. Это рано вырваться прям. В 6 часов. В 6 часов это самое благоприятное время для выезда. А дальше... Второе. Игорь, ну дай мне сказать... Дайте я до конца скажу. Дальше. Он сказал... Его туда спрашивают. Может быть, ребятам пораньше выехать? Он говорит, я предполагаю, отец Олег говорит, что им надо выехать около 8 часов. Но из города, чтобы уже выехать. Около 8 часов. Почему? Потому что, говорит, если вы приедете раньше 11, я не могу вас принять. У нас будет собрание. Я буду там выступать. Мы там будем обсуждать наши дела. Нам будет не до вас. Вот приезжайте в 11. Приезжайте и все. А он спрашивает у него. А можно они там поприсутствуют? У нас там свои хозяйственные дела. Ну, типа, вам забивать голову не надо ими. Просто приедьте в 11, говорит, и все. Ну, теперь я скажу. Говорите теперь. Ну, это ты выходит из его предложения, говоришь. Конечно. Это отец Олег говорит Косте, Константину нашему. Ну, а у нас-то, а у нас тоже наша программа, которую мы должны выполнить. И когда мы приедем, если туда пораньше, когда еще у них будет служба, мы приедем туда во время службы. Мы не сможем попасть к ним на службу. Ну, подожди. Даже если мы выйдем в 5 часов, мы не попадем на службу. А они в 10 закончат или перед ним, и у них будет час идти собрание. Ну, и пусть они собираются. У нас время на завтрак и на прочие наши личные дела. Ну, у нас и так оно останется, и мы в 10 приедем. Послушай, вот мы приедем, у них еще будет идти служба. У них она еще будет идти. Мы где-то жить. Мы не пойдем нам... Зачем их собрание? И он правильно говорит. Мы там... Зачем нам их собрание? Оно нам совсем не нужно. Мы приедем. Мы зайдем на их службу. Это много значит, когда мы постоим на молитве вместе с ними. Вы понимаете, чтобы попасть на службу, нам нужно выезжать в 4 часа утра. Да, ну зачем вы пристаете когда-нибудь? Не знаю, не знаю. Перестаньте, все. Он уже посмотрел, все, он и решает. Его слово пусть решать. Вот как он скажет, так и будет. Ему доверьтесь. Батюшка про службу ничего не говорил, отец Олег. Он конкретно знает, что такое утро. И он сказал, вам, говорит, нужно, чтобы вы из города были на Павловском трассе в 8 часов. Я когда сказал это Андрею, он говорит, не, говорит, давай, говорит, мы это, лучше час-полтора, говорит, заберем. То есть где-то в пол седьмого начинается ваше путешествие. Назначай место встречи, чтобы их забрать. И как скажешь, так и будет. Прямо около дома она, прямо около дома. Вот на трассу выходит или... Во сколько она должна быть там? Ей позвоним. Позвонит. Без 15-ти 7 уже мы ее заберем. Чтобы ко мне не заворачивали, а прямо на дорогу вот возле нас. Вот без 15-ти, к без 15-ти 7, к без 20-ти мы ходили. Да, договорились. Я без 20-ти выхожу. К Мариера, около остановки Мариера, мы знаем где. Без 20-ти. Мы же ее постоянно подвозили. Значит, поездки Игорь Старший, и слушайте, что он скажет. А они в одном подъезде живут. Меня берут тоже по пути. Тоже, я уже тоже выйду прямо на это, чтобы... Машина, перезвоните его четко и ясно, чтобы он был... Скажи, опоздание не должно быть ни минуты. 905-085. А какие опоздания? Они в одном подъезде, он его раз и все, зашел прямо... Дай бог. Мой телефон есть? 56-38. Так. Это... Телефон. Мой телефон, запишите. Ваньте и полночь. Проведен план, давайте. Давайте, у меня нет, телефон у меня разрядился. Разрядился поездки. 938-16-48. Ну, все об этом. Ну, все, слава Богу. Давайте поблагодарим Бога, а дальше решайте. Господи, слава Тебе. Простись, у чем погрешили, сам все устрои. Дабы не было беспорядка. Благосови братьев на это благовестие. Мы надеемся на милость Твою, дабы Дух Святой вел вас. В землю правды. Тебе хвала за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сережа. Спаси Христос. Слава Русси. Я васи Христос. Сережа, ты на машине? Да. На меня уже сиди, да? Да. Ой, что ты? У меня нет. Аминь. Слава Русси.